Типичная зима это когда красишься в темноте, приходишь домой в темноте и все делаешь в темноте. Презентую вам мое новое тональное средство, это кушон от бренда D'Alba. Данный кушон обладает уникальной формой точилки. Средство стачивается на палетку и это обеспечивает гигиеническое использование. Спонж не соприкасается с поверхностью губки и каждый раз не переносит бактерии с кожи лица на продукт. Сам тон очень легкой текстуры, но скрывает все покраснения и неровности и не забивает при этом поры. Кушон очень экономичный, хватает совсем немного продукта, чтобы покрыть все лицо. А еще в составе содержится экстракт итальянского белого трюфеля и витамин Е. После нанесения кожа выглядит отдохнувшей и ухоженной. Я советую вам присмотреться кушону от D'Alba. Наш влогмесс. Да ладно, обычный влог начинается с этого мужчины. Что? Что же он мне намекает? На какой-то интим, думаете вы? Как вы думаете, что здесь? Аймак на 27 дюймов? О нет. Итак, ребята, мы со Славой сейчас находимся в ТЦ. Мы приехали, потому что мы уже устали жить с одним компом. В общем, сейчас мы зашли покушать. Потом у меня будет лазерная эпиляция, чистка зубов. Это нужно, эту процедуру делать раз в год обязательно. Тему был винир вообще раз в три месяца, но я не делаю, конечно, раз в три месяца, но надо. Мы нашли покушать, потому что очень голодные, пробки сумасшедшие, поэтому мы решили прям покушать уже в ТЦ. Слава ждет свою лапшу, когда она приготовится. У меня будет гофе. Когда мы приедем домой, мы снимем вам распаковочку на новенький дорогущий Mac, MacBook. Если быть точнее... А какого он года, слышь? Двадцатого. Двадцатого? Ну, что-нибудь двадцать первого. Короче, мы устали искать нормальный Mac. Мы даже заказали один в Эльдорадо, потому что нашли там вроде типа в наличии. Было написано, что можно забрать самовывозом 14 декабря. Сегодня 13-е. Блин, мне вазон надо. Завтра увезут. Устынь. А во сколько они закрываются? Заказали iMac. Дорогущий за 200... Сколько он стоит? Двести шестьдесят? Короче, за двести шестьдесят тысяч заказали iMac. Думали, что 14 декабря, завтра заберем его. Позвонили, короче, в этот Эльдорадо, потому что никаких смсов не пришло. По поводу того, что вы забираете, приезжаете, все клюво. Короче, в итоге со мной связался менеджер по чату и написал, что можно будет забрать iMac в феврале 22-го года. Я такая, тихо, но мы его еще не оплатили. То есть мы его заказали, чтобы как бы приехать, как бы оплатить туда-сюда. И он как бы горел у меня в личном кабинете, типа, заказан, оформлен. В итоге, чё, чё, отказались мы от этой идеи? Глупые, потому что нам зачем такие броня ждать? Мы же специально, ну, как бы, ходим рыщим по всем сайтам, по всем интернет-магазинам. Ногами ходим по физическим магазинам, да? Нигде нет. То есть уже вот во втором влоге я негодую. Нету нормальных iMac, которые нам нужны. То есть нас абсолютно не устраивает вариант взять iMac с памятью 512 гигов или сколько-то. Что такое? Кошмар. Это просто дичь. То есть мы уже были готовы реально покупать iMac на 100 тысяч дороже, учитывая, что наши предыдущие стоили 170, хотя они хорошие, на 2 терабайт. Кастом. Что значит? Это значит, как бы, по заказу. Да, наши по заказу? По какой-то, по крайней мере. Как вы можете по заказу? Ну, это кастом. Я понимаю, что... Ну, это кто-то, видимо, заказал и не забрал. И не забрал. А мы пришли и купили. Короче, так вышло, что нам повезло два раза с компом Славы и с моим компом, который сейчас у меня, что, видимо, их кто-то заказывал, собирал под себя, в итоге потом не забрал, и мы их, короче, купили. Даже сами об этом не думая, потому что 2 терабайта нифига никто не выпускает вот так вот. Только их на заказ. Ну, их можно собрать на заказ, но... И мы соберем. Просто их ждать нужно долго. Короче, мы решили эту проблему иным путем. У нас старый макбук. Он нормальный, на нем даже монтировать можно. Что-то можно на нем делать, но очень тяжело. Очень дугой, его надо почистить тоже, там, обновить. Я не знаю, он вообще ему, блин, 8 лет. Но он нам особо не нужен, типа, он у нас вообще служит какими-то глупыми целями. Типа, если мы поездку едем взять его, посмотреть с него через интернет-сериал. То есть мы на нем особо не работаем. Хотя я на нем даже влоги монтирую как-то. Ну, умудряюсь монтировать в путешествиях. Так-то дома я, конечно, на большом компе работаю. Короче, мы решили эту проблему так. Очень хорошо. Я думаю, это было самое правильное, логичное решение. Мы просто купили новый офигенный макбук. За те же деньги, за которые купили бы iMac. Вот, 260, даже больше. Нет, 260, так он стоил 240, по-моему. Короче, за 260 только что пошли и купили макбук. Но зато, пока у Славы нет компа, он сможет с кайфом работать на макбуке. Потому что там вообще и процессоры. То есть он вообще нереально крутой, да, зай? Круче наших компов по всяким моделям по установкам. У нас i7 стоит, да, или i5? Ну, конечно, лучше. Вот у меня 2017-го было, а это 20-го. Ну, и что, у меня 2019-го макбук. И что, он сильно лучше, чем он сильно лучше. Ну, может, твоего не сильнее лучше, но лучше моего намного. Ну, это да. Ну, короче, суть в том, что с этим макбуком точно получится с кайфом монтировать влоги. Я в этом сомневаюсь. И не влоги, а реакции тоже я в этом не сомневаюсь. Потому что, ну, он должен тянуть такие вещи. У нас даже мужчина спросил на касте, типа, для чего, для каких целей мы берем этот ноутбук. Типа, вы для работы берете? И мы такие, да, и для работы, и не только. И он такой, ну, это класс, потому что это, типа, такая хорошая рабочая машина. Ну, конечно, мы же не лохи. Мы же поэтому и мучаемся. Мы же поэтому и ищем. Потому что нам нужна рабочая лошадка, понимаешь? Чтобы на ней ездить несколько лет. А не вот это вот, что за 500-гигов. Хрынь какая, да? Там какие-то характеристики круче, ведюха там круче, еще что-то. Но гиги нам тоже нужны. Гиги. А что? Гиги за шаги, понимаешь? Так что, короче, вот таким образом мы решили проблему. Дома снимем распаковочку. Я очень рада, потому что действительно давно хотелось обновить наш макбук. Вот, какие изменения, помимо того, что в нашем семейном бюджете минус почти 300 тысяч. Ну, на самом деле, ничего страшного. Декабрь, он такой плодовитый парень. Мы не сильно-то не напрягаемся. Наоборот, радуемся. Сейчас еще домой придем, закажем кастомный комп. И подождем его. Ну, как раз в феврале, я думаю, и придет. Сколько мучений, сколько переживаний. Уже сколько недель Слава живет без своего компа. Я не представляю, я бы, наверное... Мой парень молодец, держится. Его спасает бойка. Тоже, кстати, у нас в этом году столько вообще, слышишь? Телек, плазма, последняя модель. PlayStation 5. Просто хер найдешь. Да. Ноутбук просто. Бешеные деньги. Мы что-то, кстати, в этом году, кстати, мне кажется... О, слышь, да, мы в этом году, мне кажется, рекордное количество денег потратили. И заработали. Еще и свадьба. Ну да, мы и заработали дофига в этом году. Мы вообще красавцы. Вот так, если просто подумать, реально в этом году столько денег потрачено. Мне даже интересно посмотреть, что там бухгалтером, скажем так, по СМСе посмотреть поступление. Я думаю, что там хорошо было. Хороший год. Год БК, кстати, это мой год. Очень жаль, что он подходит к концу. Хотя мы тут с мамой болтали. Она сказала, что сейчас же год тигра будет, да? И что-то она там какие-то гороскопы в ТикТоке смотрела. И типа, козероги вообще самые богатые должны быть. Ну, я надеюсь. Там типа от одного до чего-то там, типа... Ну, опять же-таки, кто знает, как это работает. Кстати, я вчера впервые Дайсоном, своим стайлером... О, еще подарок у меня какой классный. Выпрямляла волосы. Ну, как выпрямляла, я расчесывалась и сушилась сразу. Вчера было вообще супер. Я с этими волосами поспала, но все равно, как бы, видите, прямые. Не то, что я устала закручивать, но я просто подумала, что какое-то разнообразие тоже нужно добавить в мою волосатую жизнь. Почему у меня кожа немножко испортилась? Есть у меня такие подозрения, что какая-то крыса сглазила у меня. Потому что я в каком-то влоге сказала, ой, у меня такая кожа хорошая. Так нельзя говорить. Ну, почему нельзя порадоваться, да? Почему им за это надо вот смотреть на свою кожу и думать, блин, скоро буду точно, поиски слишком все хорошо. Ну, почему? Почему им может быть все просто хорошо? Ой, и не говори. У меня год назад, прям на Новый год, были спрычки, прям на носу. Да, слава мучился с ним. Два месяца держался. Ну, какие два ты, что, ты полгода с ним ходил, ты еще прям переживала, я тебя его замазала. Ну, три месяца, три месяца, вот он это, вышел, ушел, вышел, ушел, он такой, типа, вольный парень. И все, через полгода пропал. Сейчас Новый год на носу, и что вы думаете? Нос красный, сука. Да он ничего еще не красный. Он становится красный, я чувствую, он становится красный и начинает чесаться. Ну, раз ты чувствуешь, значит, стопудово. Стопудово. Я говорю... Я не знаю, откуда, я не знаю, почему, кто на меня наговорил или наговаривает, я не знаю. Каждый Новый год, это уже второй Новый год, я буду Дед Морозом, буквально, ёб твою мать, смысле. Ага. Ну, это просто, это тяжело, это психологически сложно. Мало того, что тебе дискомфорт, у тебя на носу прыщет, так еще и все его видят. Да, мы все его видят. Да ладно, Зе, не расстраивайся. У тебя один на носу, у меня по всей морде. Не, ну на самом деле, я вот честно, я в этом плане очень сильно расслабилась. Я думаю, да какие к черту прыщи, ну и что? У меня есть классные средства. Средства, да, я в каком-то своем стори сказала средства. Надо средства. О, все такие грамотные, я смотрю. Одна я, а то хрупая, видишь, да, не знаю, заразишь тебя. Да, я тоже тупой, мне что же говорят, что это... Да ладно, слышишь, ну и как Ивлеева, мы тупые, но мы богатые. Как она там говорила, ничего не знает, но зато деньги зарабатывает. Не, ну это неправильно, если честно. Это неправильно. Так, открой мне мусор, я их почему-то расстрою туда. Мы можем ехать. Да, мы сейчас поедем. Я просто что хотела сказать, на самом деле, когда я успокоилась по лобу своей коже, думаю, такая... Да пофиг, вообще пофигу. У тебя отличная кожа. Конечно, ты мой муж, ты так скажешь. У тебя самая отличная, любимая кожа. Что-то у меня с глазами как будто высыпают. Я сегодня легла в 7 утра, стесня. Легла в 7 утра, потому что баги проверяла в Dime Life. Прикиньте, что от меня подписчики отписываются на YouTube, вообще борделя. Это им не нравится, то, что я летсплей снимаю. Так, ой, я неправильно надела. Я думаю, ну как так можно, да, как так можно? То есть кто-то пишет, типа, блин, отписываюсь. Ну, таких мало, конечно. Да мне пофиг, если честно, мне пофиг. Я выпускаю видосы на YouTube для тех, кто меня любит. Ну, и для себя, и денежку с этого зарабатываю. Ну, и для тех, кто меня любит, я знаю, что многие мои зрители ждут. Конечно, хочется, чтобы было много подписчиков, понятное дело. У меня с меня никак 2 миллиона не стукнет. Но это как бы не главное в моей жизни. Мне самое главное, что у меня в Инстаграме растут подписчики. Вот, если честно, меня это больше волнует. А на YouTube это так, чисто все свои, как бы, я не напрягаюсь. Просто немножко обидно сам тот факт, что какие-то люди, какие-то люди из-за того, что я начала снимать летсплеи, решили отписаться. Типа, ну, знаете, как бы не то, что даже не поддержали лайком, комментом, а наоборот еще отписались. Но я не против. Пусть отписываются, потому что зачем, как всегда, да, скажу. На самом деле там не так уж и много отписок. Типа, 300 человек, может, отписалось, там, за месяц, я не знаю. Вот. 300, не тысяч, разумеется, а просто 300. Три сотни. Ну, может, и меньше даже, не знаю. Но все равно как-то неприятно, что ли. Просто у меня до этого не было отписок на YouTube, пока не началась снимать летсплей. Я не понимаю, почему. Ну, в смысле, понятно, что, скорее всего, из-за летсплеев. Я все равно продолжу снимать, так что, как бы вы от меня не отписывались, мне очень нравится это сейчас. Я могу вам просто сказать, если вы, как бы, любите мои влоги и, вообще, в принципе, любите меня, то, не знаю, я понимаю, у меня каждый день выходит летсплей, возможно, вам это мешает какими-то уведомлениями, то тогда, я даже не знаю, рекомендовать выключить уведомления, конечно, не лучшая идея. Но, с другой стороны, мне кажется, отписка, это как-то более радикально, что ли, если вам нравятся мои другие видео, помимо летсплеев, почему бы просто не смотреть их и не смотреть летсплеи. Ну, короче, не знаю, но меня это немножко, немножко задело, в том плане, что, ну, типа, не поддержали, знаете, даже не то, что не поддержали, а наоборот, типа, как будто плюнули вот так, нам не нравится, фу. Вот такие вот мы модные, с дорогими покупками идем. Мы еще купили какой-то переходник на него, ну, чтобы USB-шки вставлять. Короче, клево, я на самом деле очень рада, я считаю, что техника это та вещь, на которую деньги реально, ну, как бы, не должно быть жалко тратить, особенно, если ты работаешь в интернете так, как мы, то это, на самом деле, очень, я считаю, хорошо. Потому что лучше потратить деньги на хорошую технику, там, на айфон, ну, грубо говоря, да, то, как бы, что помогает мне делать контент, то, что помогает мне зарабатывать. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Хотя вот я, кстати, и мы со Славой, мы не меняем айфоны каждый год, мы не из этих категорий людей, мы их меняем, типа, раз в два года, и то просто потому, что уже появляется слишком много классных новых фишечек, улучшение камеры, действительно, это просто уже необходимость становится. Короче, захожу я в комментарии под новый летсплей. Я все комментарии читаю, лайк, у меня, правда, интересное и важное мнение, я понимаю, что, опять же-таки, есть люди, которым не нравится, и я об этом говорю, потому что сейчас, как бы, это главная тема, скажем так, в моей жизни, потому что я сейчас этим увлеклась, и хочется прокомментировать некоторые моменты. Пишет, значит, девочка, комментарий. Думала, смогу смотреть, но нет. Надеюсь, любимые влоги от Юлечки будут попадаться в рекомендациях. Смайлик с поцелуйчиком. С 2016 года смотрю тебя, успехов, отписываюсь. Я такая, типа, чего? Причем я сначала поставила лайк на этот коммент, потому что думаю, ну, ладно, окей, ты не можешь смотреть, типа, не смотри, но потом, типа, вижу Юлечка, типа, будут попадаться в рекомендациях, поцелуйчик. А потом уже глазами я дочитала до конца, и думаю, охренеть, понятное дело, я убрала лайк. Думаю, не лайк, нифига, это что за отношение такое потребительское, типа, знаете, вот реально, вот как хорошо я сказала, это реально потребительское отношение людей. Потому что, получается, вы любите блогера, но вы хотите смотреть, вы готовы быть на него подписаны, только в том случае, если он выставляет только все то, что вам нравится. Нет, я понимаю, что, ну, как бы, вы можете выбирать блогеров дофига, просто хоть одним местом жуй, но не кажется ли вам, что это немножко по-красиному? Потому что, мне кажется, если ты любишь блогера, ты можешь просто какие-то видео пропускать, не смотреть, ну, типа, подписываться, мне кажется, это уже такое себе. Еще раз скажу, мне... Не то, что мне все равно, правда, мне не все равно, потому что, если бы мне было все равно, я бы не выпускала влоги. Ну, как я могу не выпускать влоги? Во-первых, я сама люблю выпускать влоги, люблю их пересматривать, и, ну, как бы, для меня это важно. И все видят то, что я выпускаю влоги, предыдущий влог у меня вообще вышел на час, возможно, этот тоже будет длинный. И я, если честно, вообще не поняла, как бы, такого, почему нельзя просто их не смотреть. Потом, значит, следующий. Я выставила это в Телеграм, типа, скинула, и я такая, типа, я в шоке просто, что за дичь вообще. И какая-то девочка на это все дело пишет, вот мне кажется, Юлю стали просто уже воспринимать, как взрослую и замужнюю девушку. И летсплеи с этим образом не вяжутся у некоторых. Облик, ждут влоги, наверное, Т9 что-то изменила, типа, может быть, многие ждут влоги, интересные истории семейной жизни, встречи с подружками и так далее, а не игрушки. Им сложно, видимо, воспринять, воспринимать это. Вы просто, может быть, мои летсплеи не смотрели? Потому что, на самом деле, если посмотреть мои летсплеи, я часто там болтаю и не только про игры. Во-первых, во-вторых, я шучу, там клёво, там контент не совсем детский, и я не совсем понимаю, почему... Ну, типа, знаете, это как на вкус и цвет. Я, на самом деле, тоже, вообще-то, обычно не люблю смотреть летсплеи, но когда я начала смотреть Купленова, мне стало так интересно, то есть у меня ощущение, что я просто смотрю его реакцию на что-то, конкретно на игру, получается. И он там часто и шутит, и хихикает, и при этом я вижу какой-то сюжет, то есть как будто бы я смотрю сериал, и я не согласна с тем, что это какое-то там детство, ребячество и так далее. Если честно, если бы я играла в Sims, я бы больше ощущала то, что я как бы играю в Симью, то есть это для меня было бы странно. То, что я хожу, выполняю сложные миссии, убиваю зомби, мне кажется, это не так уж и как бы детство, скажем так. Ну да, то есть если относиться, в принципе, ко всем каким-то компьютерным играм, еще что-то как к тому, что это детство, а не как к тому, что это просто как способ расслабиться, получить удовольствие, потому что все же по-разному расслабляются. Кто-то смотрит сериалы. Вот вопрос к вам, почему вы лежите, там, смотрите фильм, сериалы, почему вы так расслабляетесь? Почему вы читаете книгу? Почему вы не стоите у плиты? Почему вы, там, не знаю, меняете подгузники каждую секунду? Ну то есть это как бы придраться-то можно ко всему Просто это получается не совсем немножко-то И обоснованно так, как бы По логике, скажем так Просто я еще этот процесс записываю Так, мне звонил менеджер, надо ему перезвонить Так, ребята, ну что ж, мы пришли домой Тут у нас все зрители собраны Фламинго, Вивьена Короче, сделали мне чистку Сделала я лазер Счастливая чистка, это не больно Единственное, что мне неприятно, когда засовывают в рот Расширитель, мне вот здесь давят И вот здесь, и я прошу, чтобы мне туда ватку Подкладывали, и тогда вообще нормально То есть просто лежишь минут 10 С открытым ртом, не паришься Вообще ничего не больно, и все круто Я, кстати, на этой неделе, в конце недели Пойду еще на одну чистку, которая Прям под деснами офигенно будет делать Короче, у меня есть одна проблема, но я вам ее показывать не буду У меня на одном зубе Десна опущена Выглядит это кринжово Но это никак не видно, то есть это можно увидеть Только если прямо оттянуть губу И чем это чревато? Тем, что в какой-то момент У меня может выпасть зуб Но я не думаю, что он выпадет Потому что я не стала снимать ретейнеры после брекетов Поэтому думаю, что все будет норм Ну, короче, я буду делать мини-операцию В новом году уже Чтобы это... Десну мне, короче Подтянут, зашьют, чтобы все было ровно и четко Но перед этим нужно специальную какую-то еще одну чистку сделать Поэтому я буквально на этой неделе В субботу поеду на нее А сейчас мы будем делать распаковку Офигенную дорогую Ты лучше расскажи, что было с чеком Это даже куда интереснее Очень интересно Паренек забыл чек положить Я говорю, а вы чек положили? Хотя, с одной стороны, я прям ему капец как помог Потому что если бы это всплыло, когда мы уже приехали бы С него бы очень много денег сняли А если бы мы вышли из магазина и через полчасика, после того, как покушали, зашли бы туда И сказали, вы нам чек не дали Тоже они бы должны были нам? Ну, они должны были бы дать, в принципе, чек, конечно А то, что они не дали чек, они нарушают право потребителей Короче, суть в том, что Слава говорит, они могли нам еще один коп такой дать Но это бы списали с того паренька Поэтому сначала я на Славу говорю Ну, какого черта ты вспомнил про этот чек? Но с другой стороны, правда Да, конечно, на самом деле, на чужом горе своего счастья не построишь Поэтому ничего страшного Мы сколько заработали, столько и купили Погнали! Диагональ 16 дюймов 16 сантиметров Аллилуйя! Это что? Да вот она, обычная зарядка А это? Просто это вход в Type-C А-а-а! 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 Вот он, все нормально У меня уже очко что-то напряглось Блин, как неудобно А чего она такая здоровая? Да, здоровая Ужас! Ужас! Здоровая Здесь у нас комплектация О, опять он эти всякие бумажки вонючие разглядывает Зая, ну как обычно Людям надо показать, что входит в эту Да никому никто вообще эти бумажки не смотрит Кроме тебя Нет, пускай они будут Наклейки-то хоть положили Или они уже не кладут Не знаю О, боже Вообще мне лучше, кажется, это делать Вау! Я это так умирила Цвет офигенный Цвет что-то Space Gray или что-то Ну типа как черный считается Ну не черный он, конечно Вот это машина! Вай-вай-вай! Уф! Блин, она пахнет, чувствуешь? Да, новизной Да мы сейчас с тобой в последнее время денег столько тратим на технику Ну мы молодцы! Мы молодцы, это правильно! Потому что техника это круто Оу! Щит! Блин, клево! Кстати, это новая модель, поэтому здесь нет сенсора Здесь нет сенсора, но здесь есть отпечаток Ё-на-ё! Слышь, а чей отпечаток оставим? Свой поставим Давай виво! Вообще, ноутбук мы взяли для общего пользования Когда мы поедем за границу, еще что-то на дачу Там, блин, привет! Здорово! Hello! Слышь, клево! Вивка, ты представляешь? Малыш, ты представляешь? Мама с папой богатые! Богатые на технику! Да, маленький мой, да! Прикинь, 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 прикинь! Вивочка, понюхай и скажи, можно ли этим пользоваться или нет? Проходят это все санэпиденстанции Санэпиденстанции О чём мы тут сидим? Мама содержит интегрированные функции чтения экрана под названием бойсовер Если вы знаете, как пользоваться бойсовер, нажмите на читание Командарь 5 Командарь 5 Да знаю я, как пользоваться А я нет, чё за бойсовер Универсальный доступ нам не нужен Ви-фи Так, не палим ви-фи Давайте на Вивочку посмотрим Вивочка, ну-ка, станцуй что-нибудь Стих, стих Стих, расскажи Стих, какой мы с тобой учили Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Ну, что ты стеснялась? Ну, стеснялась. А ну, ты посмотри. Что стесняешься? Да ты что, будь здорова. Так не бывает только черных полос. Согласитесь? Если есть черные, то и белые обязательно будут. Но слушай, то, что он внизу такой интересный, я, конечно, не видала. Давай сравним со старым. Ну, как минимум цветом. Экран. Да, вот тут, видишь, такой ободок толстый. А тут он такой тоненький. Ну, цвет понятно. Динамики шире. Да, динамики шире. Тачпэк, посмотри, какой здоровый. Как ромально. Ну, вот здесь кнопка отпечатка. А где же кнопку выключить комп? Тут, видимо, не убрали эту кнопку. Так, нет, вот она, наверное. Как и отпечаток? Да. Она нажимается, и она же включается. Стрейндж. Что тут еще разного? А, да вообще кнопки, посмотри, какие разные. Вот тут такие, а здесь такие. Да, они прям, они стали полноформатными. А здесь они какие-то ограниченные. Да, тут смотри, вот что есть, вот что есть. Типа, тут, тут это как, тут этого нет. Но оно есть, просто оно, другие значки. Другие значки, да. Вот тут вот так посмотрим. Он как будто стал чуть толще. Да, вот этот тоньше. А этот потоньше. Ну, этот, конечно, выглядит очень солидно, если честно. Я бы прям, прям бизнесмен какой. Ну да, на самом деле, ощущалось то, что он потяжелее. Сейчас. Мы такие обзорщики, мы летсплейщики, обзорщики, реакщики. Мы просто, знаете, мы с тобой офигенские. У нас столько хобби. Мы швейцарский нож для всех, кто хочет расслабиться. Разный контент. Если выбирать между ноутбуком и стационарным компом, я всегда выберу стационарный комп. Но ноутбук, это тоже клево. Но, не знаю, все-таки 27 дюймов, сами понимаете. Типа, 27 менять на 16 я бы не стала. Ну, конечно, он топ, он еще новенький, извини меня. Новенький вообще огонь. Ну да. Так что вот. Он, кстати, должен быть процессор даже покруче, чем, наверное, у моего компа, да? Или нет? Или такой же. Но это уже М1? А я не помню. Посмотрите. Короче, Слава сейчас разберется. Я пошла что-то делать. Так, ребята, новый у нас денек. Что я хотела бы сказать? Я как-то странно себя чувствую. Очень сонный. Я не пойму, почему. Так, легла я в 5. Встала я в 12. Ну и что? 5, 6, 7. Ну, типа 7 часов. Ну, 6 точно, наверное, я поспала-то уж. Не знаю, почему. Странное состояние. Прям знаете, как будто глаза плохо видят. Из-за того, что не выспался как будто бы. У меня очень сухие губы. И что-то вообще все так падло. Я чувствую какую-то общую усталость, раздражительность. Это конец года. Вот что могу сказать. И это меня, конечно, не радует. Короче, на самом деле дело все в том еще, в чем заключается суть. В том, что очень много работы. И я этому очень рада. Но, блин, как все успеть. И хочется все успеть, в срок сделать. Потому что как иначе. Ой, мамочки. Не знаю. Не знаю, если честно. Потом еще вся эта фигня с недовольными людьми по поводу лансплеев меня. Что-то как-то все-таки расстроило. Наверное, все-таки мне не пофиг. Ну, короче, не знаю. Все навалилось, накидалось на меня. На мои хрупкие плечушки. Но сейчас я буду снимать летсплей. Несмотря на то, что я чувствую, что я как будто засыпаю. Такое состояние. Прям вообще. Прям как будто лечь. И, знаете, вот прям задремать. Самое интересное, время-то вообще не поздно. Сейчас, наверное, часов 9 вечера. Ну, типа. Не, ну для кого-то это понятно уже. Через час спать ложиться, допустим. Но мне это вообще норм. По времени. Короче, я решила... А, еще завтра у меня фотосессия. И в честь дня рождения моего грядущего там у нас планируется фотосессия. Ну, не знаю, что там получится, не получится. Короче, я сегодня решила сделать отдельный канал для летсплеев. Я его сделала. Продублировала туда два последних выпуска. Мне нужно, чтобы там было 4000 часов просмотренного времени видосов, чтобы включилась монетизация. Чтобы я могла монетизировать контент. Я все-таки решила создать отдельный канал. Потому что я подумала, что не хочу раздражать людей, которые не любят летсплеи. Но я переживаю по поводу того, как долго я буду снимать летсплеи. Типа, сейчас я снимаю, мне очень нравится, а вдруг в какой-то момент я перегорю. И получается, я зря сделала канал. И вот эти вот все заморочки, дополнительный там адсенс, вот это все подключать. Потом, чтобы я смогла, ну, не просто так играть, да, впустую, а с этого хотя бы денежку зарабатывать. Это, получается, мне еще сколько-то там ждать времени, чтобы мне пришел код, который приходит по почте домой в почтовый ящик от Ютуба. Ну, типа, вы прикиньте, сколько гемора. И все только из-за того, что каким-то там 500 или 300 человек, не тысячи даже, что-то не нравится. Вот видите, какая я как бы типа прислушиваюсь. Но, опять же-таки, с другой стороны, я просто, знаете, что я подумала? Я согласна. Я согласна. Я понимаю. Один там был комментарий, девочка написала, что говорилось же о том, что летсплеи будут как дополнительный контент. А так получается, что это уже не дополнительный контент. А я согласна с этим. Из-за того, что они у меня выходят каждый день. Иногда даже два выпуска в день. Получается так, что это уже не дополнительный контент, а это уже канал с летсплеями и дополнительный контент. Это влоги, которые выходят, конечно же, гораздо реже. И я понимаю комментарии этой девочки. Но почему она не хочет понять меня? Я же сказала, что их просто легче снимать. Короче, я не знаю. Я пока не понимаю. В любом случае, я... Не знаю. Я думаю, может быть, все-таки закончить эту игру на моем канале уже. А зачем я плейлист сделала с летсплеями? А? Я не знаю. Если честно, я в каком-то таком странном состоянии. Потому что... Потому что я, когда смотрю комментарии под летсплеями, там вообще столько радостных людей, столько счастливых лиц, можно сказать. И я думаю, блин, вот же, вот же, людям же нравится. Но при этом, учитывая, что просмотров не так много, как на влогах, например, я понимаю, что это не всем людям нравится. И просто спасибо хорошим ребятам, которым нравится летсплей. Они еще оставляют комментарии, чтобы подбодрить меня. С другой стороны, пофиг на просмотре. Как черту разница? Ой, я не знаю. Я вообще, если честно, запуталась. Карина мне тоже, подружка моя, говорит, типа, ой, да создайте отдельный канал. Хотя это геморр, но типа, сделай канал отдельный. Я понимаю тоже, о чем она говорит, потому что я какое-то время была подписана на первый канал, который вот по телевизору. Была подписана, потому что я смотрела, типа, прямой эфир, там еще что-то, мужское, женское. Они тоже по первому, да, идут или где? Я не на первом. Я уже, я не знаю, потому что я постоянно на ютубе смотрю. Забыла уже. Вот. Я была подписана, и помимо того, что я хочу смотреть, это мужское, женское, прямой эфир. Там еще выходит куча разных программ, передач, которые мне вообще не интересны. И я отписалась. Я отписалась, потому что мне стало проще вбивать в поиск, типа, мужское, женское и смотреть, типа, конкретно мужское, женское. То есть, в этом плане я, типа, понимаю людей, которые решили от меня отписаться из-за того, что я выпускаю летсплеи. Но все равно не знаю, все равно не могу сказать, что это одно и то же. Я же все-таки не большой телеканал, где там, не знаю, 10-15 разных программ. Ну, короче, не знаю. Просто, просто, с одной стороны, я уже смирилась, что у меня нет 2 миллиона подписчиков на канале. Типа, реально, это вообще не главное. Я, какая разница, мне 2 миллиона, не 2 миллиона. Я точно так же отлично себя чувствую и точно так же хорошо зарабатываю. Вот если так подумать. Еще, блин, сделай нормальный хвост. Блин, остальные волосы какие-то под хвостом влезают. Вот эти шарики надуваются. Так, где моя вещь, а, окна? Причь не знаю, блин. Я в Телеграме своем сегодня рассказывала, что я почему не хотела создавать новый канал, потому что... Да ё-моё! Не хотела создавать новый канал на Ютубе, конкретно под летсплеи, потому что я переживаю, вдруг в какой-то момент я перестану их снимать. И что мне с этим каналом делать? Короче, не знаю, я пока все еще не приняла... Да, блин, что такое? Почему какие-то лысины ссаные? У меня еще голова нечистая. Ну, наверное. О! Вау! Даже бровь пятенулась. Нужно теперь вторую сделать так же. Потому что они у меня разные. Одна выше и как бы больше назад. Это мой фирменный образ на летсплее. Короче, не знаю, на самом деле еще, причем situation, мне очень нравится одна игра. Вот эта, в которую я сейчас играю. И она у меня, получается, выходит рамя каждый день. И я очень много на нее снимаю. Может быть, если бы я снимала на другие игры, они бы выходили реже. Я просто думаю, как бы мне все-таки сделать. Или, может быть, мне просто выпускать вот этот Dying Light не по полтора часа где-то, да, сколько я выпускаю по времени длиться летсплей, а, например, сразу три часа, но реже. Я не знаю. Мне просто хочется выпускать. Мне нравится выпускать. Мне нравится каждый день следить за... Мне нравится каждый день сидеть и обновлять просмотр, понимаете? Меня это вдохновляет. даже если они там не миллионные какие-то. В общем, я в какой-то сложной ситуации, но я точно не планирую переходить на новый канал в декабре. Если это и делать, то в январе, потому что сейчас еще заниматься новым каналом, что-то там, настраивать. Вот у меня реально нет времени. У меня сегодня вообще... Такая ситуация была, что я офигела. Что я не понимаю реально, как все успеть. У меня столько работы, у меня столько всяких дел. Зубное. На 20-го утром кровь сдавать, завтра съемка. Все же это еще монтировать надо. И еще у меня день рождения, к которому я никак не готовлюсь и ничего не планирую. Хотя вообще-то планировала в ресторан сходить с друзьями, но я уже, если честно, не знаю, хочу ли я все эти движения. Потому что если честно, я уже так устала. Конец года всегда так. Так. Ну, скажу вам так. Если вы реально меня не любите, то отписывайтесь нафиг. А если вы меня любите, то я считаю, что нельзя отписываться. Я же не телеканал, я живой человек. Вот. Я нашла разницу. Я понимаю одно дело. Я от телеканала, блин, отпишусь. От первого, например, на ютубе, чтобы потом в другие дни, когда мне захочется и когда у меня будет желание самой взять и вбить в поиск типа мужское-женское. Там никто не обидится. Понимаете? А я прям расстроиться могу. Почему вы не щадите мои нервы? Почему вы меня не любите? Да не, я думаю, что я, типа, все понятно рассказала, объяснила. Почему некоторым моим подписчикам очень сильно нравится летсплей? Они прям вообще в шоке. Они прям в шоке. Почему некоторым так нравится, а некоторым вообще. В общем, ладно, ребята, на этом я заканчиваю влог. Такой он у меня получился, типа, меня обижают, мне плохо. Еще сегодня заблокировали реакцию на 4 свайбы, которую мы со Славой снимали. Реакция шла почти 3 часа. Мы ее снимали, получается, почти, ну, 3 часа. А потом еще монтировали долго и тяжело. И как бы просто телеканал берет и блокирует. Ну, типа, да. Под конец года прям всем хочется добить ногами. А у меня, блин, подписчики отписываются из-за того, что я начала снимать летсплеи. В общем, ладно, ребят, я пошла снимать летсплеи, которые некоторые из вас так не любят. А зря. Вот поверьте, зря. Я тоже не любила летсплеи, но когда я начала смотреть, я поняла прикол вообще. Я втянулась, я вообще не помню, когда я последний раз смотрела сериал или фильм, потому что я смотрю летсплеи. И, не знаю, мне очень нравится. Там много разного экшена, шуток, приколюх, мыслей моих, не только по игре. Типа, это как дополнительный контент, пообщаться. Ну, кто-то пишет, типа, снимай на Твиче, что-то стрим. Я в этом не разбираюсь. Я пока в этом разберусь, у меня уже все желание играть пройдет. Короче, ладно, все, я пошла снимать. Постараюсь не грустить. Напишите, что думаете. Даже вот те, которые люди от меня решили отписаться из-за летсплеев, тоже напишите, что думаете. Типа, поступаете ли вы по совести? Не стейдно ли вам обижать меня? Просто из-за того, что у меня появился дополнительный интерес. Хотя бы тогда, не знаю. Ну, хотя с другой стороны, все равно и этим людям спасибо. Потому что они... Я понимаю, почему они отписались как бы из-за летсплеев, а не потому, что там чё-то. Они даже не писали, что я какая-то тупая или плохая. Никто не оскорблял меня, кстати. Просто мне неинтересно летсплеи, отпишусь. Ну, типа, блоги буду смотреть. Так, типа, ну, отпишусь. В принципе, не знаю, что я расстраиваюсь, наверное. Наверное... Знаете, я чё поняла? Абсолютно не важно, сколько на тебя подписан человек. Намного важнее, сколько человек смотрит твои видео и при этом испытывает к тебе тёплые чувства. Вот что я поняла. И то, что люди поддерживают меня. Даже те люди, которые не смотрят на летсплеи, они всё равно написали, типа, Юречка, я не люблю летсплеи, но, типа, молодец, клёво, удачи тебе. Вот в любом случае, за это спасибо. Это важно. Может быть, я не часто вас благодарю, но, правда, я хочу, чтобы вы знали, что я всё чувствую. Я чувствую отношение людей к себе, что ко мне хорошо относятся, что меня уважают, ценят. И... Ну, правда, это чувствуется, поэтому я не знаю, что я тут нюни распустила. Ну, просто какая-то ситуация обидела меня. Всё, ладно. Ну, конечно, ладно, ребят. Всё, давайте. Люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Не переживайте там. Я не забрасываю YouTube, не забрасываю обычный наш любимый с вами контент. Типа, уборка дома, влоги. Всё это будет. Влоги с Нового года, с дня рождения. Хотя, не знаю, буду ли я отвечать на день рождения. Короче, ладно, посмотрим, что будет дальше, да. Всем пока.